Шаолинский монастырь У меня была детская мечта пройти курс молодого бойца в данной провинции. Я надеюсь, когда у меня будет долгосрочный отпуск, я смогу посетить данную провинцию. И в случае наличия в данной провинции возрастных и прочих цензов, надеюсь, заместитель губернатора данной провинции, господин Шучин, окажется действием в приеме в эту Академию кунг-фу. Особое значение нашему мероприятию придает участие представительных делегаций двух регионов. Это Кустанайская и Павлодарская области. Это является свидетельством и подтверждением открытости огромного желания к взаимовыгодному сотрудничеству между странами на уровне регионов. Таким образом, на практике осуществляется миссия нашего агентства в налаживании мостов между деловыми кругами провинции Китая и регионами Казахстана. Как известно, провинция Хынянь – одна из колебелей всей китайской цивилизации культуры, где в третьем тысячелетии до нашей эры возникло первое китайское государство СЯ. Найбольший толчок в развитии провинции дал великий шелковый путь, который был создан во втором веке до нашей эры и брал свое начало земель нынешней провинции Хынянь. Я бы хотел, чтобы наши китайские друзья, предприниматели и казахстанские использовали эту уникальную площадку сегодняшнего мероприятия для налаживания более тесных взаимоотношений с провинциями Китая. И главное, наше агентство ставит целью достижения конкретных результатов. И мы надеемся на вашу помощь. В завершении я бы хотел выразить надежду. Те аплодисменты, которые я увидел от господина Шучина, это является подтверждением того, что он все-таки окажется в действии в случае желания поступления в данный монастырь. Спасибо. Уважаемые гости, дамы и господа, друзья, доброе утро. Сейчас я хочу бы особенно отметить тот факт, пригласить господина Айдына в любое удобное для вас время приехать в нашу провинцию Хынань для изучения боевых искусств. Пропуск я обеспечу вам в любое удобное для вас время. А также я выражаю надежду, что в будущем вы станете большим мастером искусства Шаориня. В первую очередь, позвольте мне от имени правительства провинции Хынань поздравить всех с проведением церемонии открытия Дня провинции Хынань в китайском павильоне Экспо-2017. А также искренне поприветствовать всех присутствующих сегодня на мероприятии гостей, представителей национальных павильонов, средств массовой информации, а также выразить благодарность всем китайским и зарубежным друзьям за то внимание и поддержку, которые вы оказываете нам на протяжении длительного периода времени. Провинция Хынань расположена во внутренних районах Китая. Это земля колыбели зарождения китайской нации и китайской культуры. Общая площадь провинции составляет 167 тысяч квадратных километров, а общая численность населения более 107 миллионов человек. Провинция Хынань обладает богатейшими природными ресурсами, великолепными, неповторимыми пейзажами, блестящей культурой. Более трех тысяч лет провинция выступала как политический, экономический и культурный центр Китая. Более 1900 лет назад город Луоян провинции Хынань являлся отправной точкой великого шелкового пути, который соединил воедино четыре великие культуры, позволил древнему Китаю выйти на международную арену. Пройдя через 40-летний путь развития китайской политики реформ и открытости, современный Хынань уже стал одной из ключевых провинций Китая в сфере сельского хозяйства, экономики и новых отраслей промышленности, важнейшим современным узловым транспортным хабом и центром логистики. В 2016 году общий экономический объем провинции с показателем в более 4 триллионов юаней вышел на новый уровень развития, уверенно заняв пятое место среди других регионов страны. В 2013 году председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, находясь с визитом в Казахстане, выдвинул инициативу строительства экономического пояса шелкового пути, которое уже превратилось в государственную стратегию «Один пояс и один путь». Великое дело, великий проект, позволяющий повысить благосостояние народа. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин четко обозначил роль провинции Хэнань в участии в строительстве одного пояса и одного пути. Он сказал, что провинция Хэнань должна стать важнейшим транспортным узлом, соединяющим Китай и зарубежные страны, восток и запад. Сегодня я очень рад совместно с делегацией провинции Хэнань приехать в живописный Казахстан, в прекрасную, великолепную Астану, для проведения тематических мероприятий Дня провинции Хэнань под тематикой «Зелено-шелковый путь. Взаимовыгодное сотрудничество». Мы надеемся, что с помощью проведения данного мероприятия все зарубежные страны смогут больше узнать о провинции Хэнань, а также проведение и участие в данном мероприятии позволит нам еще более укрепить взаимоотношения и сотрудничество с каждой из участвующих в выставке стран, продвинет и расширит наше сотрудничество со странами в области логистики и перевозок, международной торговли, промышленном сотрудничестве, культурно-гуманитарном взаимодействии и многих других сферах. Я искренне приглашаю всех вас посетить провинцию Хэнань, прочувствовать глубокий и многогранный дух культуры провинции, нравы и обычаи гостеприимства народа Хэнань, засвидетельствовать строительство и великую реализацию современной хэнаньской культуры, открыть новые вехи взаимовыгодного сотрудничества. Желаю успешного проведения выставки «Астана-экспо-2017». Объявляю церемонию Дня праздника на Хэнань в Китайском пареионе открытой. «Астана-экспо-2017» 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 «Астана-экспо-2017»